В Евросоюзе назвали полным нарушением основных свобод прав человека и верховенства закона обыски, прошедшие 16 февраля в офисах и квартирах правозащитников и журналистов. Пресс-секретарь Европейской службы внешних отношений Петер Стано увидел в этом усиление запугивания и нападения на активистов гражданского общества. Народ Беларуси подвергается преследованию за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года. И жестокости правоохранительных органов. Это неприемлемо. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Беларусы лишены самых основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении, говорится в заявлении Стано. Европейский дипломат напомнил о том, что ЕС ввели санкции против 84 человек и 7 организаций, ответственных за подавление и запугивание мирных граждан. Любые дальнейшие санкции будут приняты с Советом единогласно. ЕС твердо убежден в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси. Единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних отношений. Тем временем ЕС готовит очередной пакет санкций в отношении Беларуси. Также президент Эстонии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обсудили возможность старта в Эстонии дел по универсальной юрисдикции. Ведь несколько белорусов сейчас проходят в Эстонии реабилитацию после насилия со стороны силовиков Беларуси. Также в ОБСЕ призвали власти Беларуси освободить граждан задержанных за отстаивание своих прав. С призывом к властям Беларуси уважать права правозащитников в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ обратился глава бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекачи. Его заявление опубликовано на сайте организации 16 февраля. По словам Мекачи, на фоне мирных протестов, происходящих в Беларуси, уже многие месяцы вызывает большое беспокойство информация о том, что белорусские власти, по всей видимости, проводят в отношении правозащитников следственные действия и предпринимают усилия по их запугиванию. Помимо сообщений о том, что полиция по всей стороне врывается в дома с целью конфискации документов и оборудования, принадлежащего правозащитникам, также поступают сообщения о нескольких задержаниях. При этом местонахождение нескольких правозащитников неизвестно. Сказано в заявлении, ОБСЕ призывает освободить граждан, задержанных в Беларуси, за отстаивание своих прав и привлечь к ответственности нарушителей прав человека, чьи действия были документально подтверждены. Накануне у 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски. Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. Продолжение следует...